Ожившая бумага, так называется, выставка, которая открылась в Доме народного творчества. На ней можно увидеть, какими видами бумага пластики увлечены сегодня людям. Причем, как показала экспозиция, этому творчеству все возрасты покорны. У нее никогда не бывает проблемы, что подарить близким и знакомым. Работать с бумагой Лора Богуславская начала три года назад. За это время освоила несколько техник. Из бумаги она делает картины, открытки и сувениры. У меня один из внуков пианист. Я начала вот такие рояльчики делать, как подарок его педагогу. И вот я уже несколько рояльчиков делала. А потом я и на заказ, даже посторонние люди стали их заказывать. Сделать подобную выставку, где в центре внимания будут работы из бумаги, организаторов побудил возросший интерес к этому виду искусства. В итоге на участие заявилось более 80 авторов со всей Кировской области. У каждого из них свой подход и свои маленькие секреты. Надежда Акатьева создает композиции без эскиза. Мастерица раскладывает бумажные элементы и фотографирует, подбирая таким образом наиболее гармоничный узор. Что интересно в этой работе, вот такие мелкие листочки сделаны на расческе. Я эту технику узнала совершенно недавно. Мне она понравилась. Применяя несколько цветов, я создала вид, что это зимний узор. Работа с бумагой, особенно в технике квилинг, это кропотливый, почти ювелирный труд. Но несмотря на это, бумага-пластика становится все более популярным видом декоративно-прикладного творчества. И самое интересное, что сегодня к нему относятся более чем серьезно. Мастеров начинают ценить, приглашают на выставки. Людям нравится теперь уже заниматься новыми видами бумажной пластики. Это как оригами, причем объемные оригами, квилингам, стропуки. То есть это совершенно новые техники. Либо они когда-то были, но позабыты, и уже сейчас они совершенно в новом качестве представлены на этой выставке. Выставка «Ожившая бумага» будет работать в ДНТ в течение месяца. И здесь можно не только посмотреть работы, но и узнать, где в Кирове области можно обучиться этому доступному и яркому ремеслу. Юлия Шалаева, Руслан Быкасов, Вести, Киров.